В жизни всегда есть место подвигу. Это доказал 22-летний житель Джубги Евгений Якимиди. В экстремальной ситуации он проявил хладнокровие и предотвратил трагедию. Подробности расскажет Игорь Хворостянов. Евгений Якимиди увлекается музыкой, играет на барабанах. Молодой человек репетирует со своей группой в одном из местных пансионатов. К месту встречи Евгений обычно добирается на маршрутном автобусе. Последний рейс едва не закончился трагедией. Мы, получается, заезжаем на обочину, вот стираем дорогу, сам асфальт, сгинаем столб. Ехали мы, мне кажется, вторым колесом сюда. Получается, правая часть автобуса была чуть ли не возле канавы. Прямо за рулем водитель почувствовал себя плохо. Автобус стал петлять из стороны в сторону, сбил дорожный знак и поехал дальше, до моста. Едва не задев девушку на тротуаре, неуправляемое транспортное средство приближалось к реке. В салоне в этот момент были женщины и маленькие дети. Началась паника. Хладнокровие сохранил только Евгений. Проехали мост. Я кондутору сказал, чтобы она помогла мне порулить. И мы более-менее как-то вырулили, и я наклонился и притормозил. Спустя несколько метров автобус полный пассажиров стал плавно снижать скорость. В общем, мы останавливаемся здесь, при этом же держав педаль. Я ждал, пока кто-нибудь подойдет из мужского пола. Мы уже помогли, соответственно. Помогли, соответственно, да, заглушить мотор. Да, люди выходили, благодарили, конечно, было и приятно одновременно. Вроде как бы и в этом шоковом состоянии. Как сообщают пассажиры, судя по симптомам, у водителя случился инсульт. Однако от скорой помощи мужчина наотрез отказался. Скорую помощь вызывали ему, но он не поехал. То есть, как сама скорая приезжала, вы не видели? Нет, я не видала. И кто вызывал, тоже не знает? Ну, кто-то вызвал из... Кто-то не способен вызвать? Нет, вызвала кондукторша, которая была с ним, его кондукторша. Но он не поехал на скорую? Не поехал он. Сказал, нет. По информации, полученной в администрации джубского поселения, водителя автобуса отстранили от работы. А герою этих событий, Евгению Якимиди, объявили благодарность на работе. Впрочем, о своем поступке молодой человек говорит с присущей настоящим героем скромностью. Ну, все нормально, обошлось. Самое главное, что люди здоровые остались, остальное неважно. Конечно, не люблю, когда хвалят сильно, но приятно в любом случае. Хорошо, что так получилось. И себя спас, и всех тех, кто там был в этом автобусе. Игорь Хворостянов, Алексей Кузьмин, Аркадий Коваленко, телеканал Орленок ТВ.